В городе Малюк, 31 марта, убийство полковника Александра, раздруг. На коробу ходила, ходила, смотрела, смотрела, один раз уже хотела подойти, села, два, открыла рюкзак, одна оборона, меня с детками разкупалась, ушла, дошла в круг, опять покурила. Опять покурила на детской площадке. Ну, в разуме была ночь, уже было давлено, много времени прошло, пока я походила. Потом я увидела, идет неожиданно ночью компания, двери четыре мужика таких здоровых, в томном одеты, ведь именно там проходят, было что-то такое очень странное, думала, значит, не надо идти еще. Прямо, на встречу с ними пересекла, прошла, рядом с ними возле газеты, я настоящая, я лицо в лицо. Они пошли дальше за газетку, а я в этот момент приступила устройство и убежала там, в дороге, скинула путь. З'явилися новые, интересные детали, я, на жаль, не все могу рассказать вам сьогодні. Но она рассказала, навіть, про эти окурки, которые были вылечены следствами, следами, ну, тобто, на каких есть следы того, что их курила женщина самая. Что хочу сказать. Как я сказал, работа была проведена очень большой, клопотка. Мы не просто затримали людину, яка обґрунтованно подозревается у вчинене этого террористического акта. Мы знаем значительно больше, чем сейчас можем сказать. Я скажу только то, что эта человек входила в так называемый Центр специальных операций, который действует под эгидой МГБ ДНР. Хочу сказать, что этот Центр руководит Евдокимов Василь Викторович, который родился 8 лютого 1973 года. Позивный, символично, Ленін. Центр координуется и финансируется спецслужбами Российской Федерации. И у нас, снова же таки, есть обґрунтованные подставы, так говорится сегодня. На этот час продолжают следствия действий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще и про то, что всего протягом 2016 и 2017 годов подразделами Службы безопасности Украины попереджено 22 террористические акты. Затривано 62 особи. Нам установлено почти 1000 участников диверсийных групп, из которых затривано 114. Затривано 54. Я думаю, что все мы понимаем, что за каждым из тех затриманных, або за каждым попередженным терактом, стоят в рятовании жизни людей. Мы проводим большую работу. На жаль, у нас не все вдаётся. Но, как я уже сказал, чем меньше лунают вибухи и пострелы на сходе нашей страны, тем больше вибухи и пострелы лунают по всей Украине. Это то, что называется гибридная война. Так, нам очень тяжело. Но, поверьте, и следы, и оперативники делают величезную работу для того, чтобы крок за кроком наближаться до тех, кто организовывает на нашей территории, что до наших граждан, эти террористические и диверсийные акты. И, поверьте, мы дойдемо до каждого. И сделаем все возможное, чтобы раскрыть все злочины, которые на сегодня не раскрыты. Кроме этого, хочу отметить, что прямо в эти минуты идет документование еще одного злочину. И затривана особа, которая в Донецкой области с почти килограмм вибухи планировала подорвать объект критической инфраструктуры. Мы завтра дамо эту информацию. То есть, даже сейчас, одновременно документуются два таких злочина. На жаль, мы не можем поставить это на конвейер. Это очень непросто. И те, кто работают или работали на линиях борьбы с терроризмом, или просто были оперативными спередниками или следствиями, должны понимать, что так же, как и эксперты, которые с легкой руки очень критично ставятся к работе правоохранных органов сегодня в Украине. Это очень непроста и сложная работа. Так, нас подрывают, нам загрожает небезпека нашим спередникам, которые делают тяжелую боевую работу. Даже сейчас каждый день в зоне АТО перебывается, как я говорил. Больше 900 наших спередникам. Это кроме Донецкого и Луганского управления, которые сейчас объединены в глав по Донбасу. Но вместе с тем, я уверен, что мы, счастье, делаем надалее эту работу. Еще я хотел бы обратить вашу внимание на то, что вам сегодня раздали вот такие примерки, брошюрки. Это не что-то новое. Это информация из нашего сайта. Это просто до вашей внимания. Вы обратили внимание, полистали, обратили внимание еще раз на те вещи, которые делала Служба безопасности. Они забываются. Но тут информация про предупрежденные и раскрытые террористические акты и замовленные убийства. Резонансные злочины. Дякую за внимание. Это все, что я хотел вам сказать. Готовую ответственность на ваши вопросы. Продолжение следует. Я почувствую, что вы не выступаете. Я отвечаю на ваши вопросы. Так вот, в этой брошюрке самое нагадывание того, что Служба безопасности может и раскрывает, и делает эту работу. Понимаете? Работает эту работу. И эта работа, так, бывают ошибки. Не всегда дается раскрыть очень быстро сложный злочин. Против нас действуют таки же профессионалы. Как каждый один из наших работников, когда в колгоспе курку вкрадут или свиню, и то не так просто это раскрыти. А тут действуют спецслужбы. Понимаете? На жаль. А в брошюрке сказано лише те. Это доля того, про что мы можем сказать. Дуже много информации, которую мы, або злочин, которые мы попереджуем, або реализуем, мы не поведомляем это на сайт. Мы не даем это общественности. Потому что они частями, або эпизодом с более долгою гри, так би мовити, которую мы ведем. Это тоже есть. Поэтому это не есть оправдывание. Я не пришел оправдываться. Я вам рассказываю про то, что мы сделали сегодня. Спивпало так, как оно есть. Спасибо. Вы задали Амину Акуеву, что вы сказали, что вы очень важны по поводу этих отношений, которые склонились с Федерацией. Что вы, если есть конкретные доказательства за то, что это склонились с Федерацией, и не может быть больше. Идется именно про Амину Акуеву. Ну, мне не совсем корректно будет коментовать проведение, которое мы не проведем. Вы знаете, что национальная полиция расследует это проведение, и зарегистрирована криминальная справа, криминальное проведение за статей 115, на умисное замужное убийство, часть 2 статей 115. Поэтому мне сейчас сказать, есть там след Российской Федерации, или нет, я не могу просто голословно говорить. Это, в одной части, я могу допустить, с величезной долей уверенности, про такий след. Вы задаете правильное запитание, но, пожалуйста, надо задавать тем следствиям, которые проводят проведение по этой криминальной справе из этого ведомства. Мы не расследуем это криминальное проведение. Мы однозначно будем надавать максимальную помощь в расследовании этих и других злочиней. Но это делается в процессуальном плане, когда нам надоедает доучение от процессуального керующего или следчего.